Здравствуйте, дорогие друзья! Как мы уже знаем из предыдущего видео, День Святой Троицы, или как ее еще называют, Пятидесятница, празднуется через 7 недель в 50-й день после Пасхи. А вот в сегодняшнем ролике я расскажу вам основные приметы, связанные с этим днем. Одной из самых древних примет считается обычай приносить в церковь для освящения, а потом прятать в доме за раму или позже за икону, пучки слезных трав, траву, которые специально оплакивали, так как слезы символизировали дождь. Таким образом люди выпрашивали у природы, а позже у богов, хорошего лета без засухи, с дождями и богатым урожаем, от напитавшейся влагой земли. Осуждался в деревне любой крестьянский труд на Троицу. Ни в поле, ни в доме нельзя было заниматься делами, кроме приготовления еды. Купаться тоже было нельзя, потому что это время русалий, когда русалки могут заманить к себе на дно. За день до Троицы в родительскую субботу все ходили на кладбище помянуть родственников. Если кто-то не попадал в этот день, считалось, что он зазывал к себе умерших, а они, в свою очередь, уведут кого-нибудь из дома. То есть родственник умрет. Поэтому перед Троицей и поминальный ужин оставляли, и одежду умерших на ограду вывешивали, и помянуть, и смерть отодвинуть, отогнать. Женщины в возрасте именно в Троицу ходили на кладбище, обметать могилы березовыми вениками. Считалось, что злые духи отступают при этом, а умершие радуются и содействуют миру, согласию и богатству во всей деревне. Хорошей приметой было сватанье. Считалось, если на Троицу посватается, а на Покров поженятся, значит жизнь у этих супругов будет долгой, счастливой в любви и согласии. Если девушке очень хочется выйти замуж за богатого, нужно сплести на зеленой неделе венок из ландышей, незабудок и васильков и забросить его на дерево, неподалеку от водоема. Если венок русалке понравится, быть девушке замужем за богатым. В этот праздник не стоит играть свадьбу, иначе брак будет неудачным. В День Святой Троицы хорошо собирать лекарственные травы и засушивать. По поверью, они набирают особую силу, способную исцелить от самых страшных недугов и защитить дом от всего лихого. Береза обладает особым могуществом, поэтому считалось, что оставив освещенную березовую веточку на поле, человек угождает природе. Это должно принести богатый урожай. Хорошо сушить мяту, оберег для детей, любисток, девушкам, полынь, оберег для дома, чабрец, женщинам, мечтающим о материнстве. Знахари после утренней службы собирали зелень, оставшуюся на полу в церкви. Отвар из нее – мощное целебное снадобье для тяжелобольных людей. Для тех, кто мечтает разбогатеть, необходимо сорвать веточку золототысячника, положить за пазуху к самой груди и выстоять так всю службу в церкви. Потом нужно попариться с этой веточкой в бане, чтобы озолотиться и привлечь в дом благосостояние. Для огородников в День Святой Троицы тоже есть особая примета, чтобы избавиться от сорняков на своем участке. Для этого нужно с корнем вырвать любое сорное растение. Лучше цветущее и воткнуть его верхушкой в землю, а корнями наружу. Для создания мощной защиты нужно пойти в церковь с тремя букетами полыни, зверобоя и тысячелистника. Там причащаются, исповедуются, ставят за свое здравие семь свечей, читают молитву к Пресвятой Троице, покупают и надевают кольцо «Спаси и сохрани». Дома половину букета полыни кладут над входной дверью, вторую половину – под кровать, принимают ванну с отваром тысячелистника и пьют чай из зверобоя. Пятидесятница – удачная пора для поиска кладов. В этот день земля способна щедро одарить человека богатством. Хорошей приметой считается во время службы проливать слезы. Оплакивание травы символизирует богатый урожай и богатство. Существует еще множество примет, связанных с этим днем. Если вы знаете приметы, о которых я не упомянула, пишите в комментариях под видео. Хороших вам праздников и отличного настроения! Подписывайтесь на мой канал уже сегодня, чтобы не упустить новое видео завтра!